Северный город Несколько постоянно проживающих там семей остались без электричества День матери отметили накануне по всей стране В Устилимске одно из самых массовых мероприятий, приуроченных к празднику, прошло в школе номер 7 Фотовыставка «Другая охота» открылась в партийной галерею В декабре будет разыгран Кубок мэра города Устилимска по интеллектуальным играм Служебную собаку из иркутского питомника К-9 отправят служить в Сирию Городской детский шахматный турнир «Осенний марафон» завершился на днях в доме спорта Юлес Вот уже без малого два месяца Несколько семей, постоянно проживающих в правобережном садоводстве «Фиалка» Лишены возможности посмотреть телевизор, воспользоваться холодильником Или элементарно подзарядить мобильные телефоны По словам недовольных жителей, во тьму погружено несколько сотен домов Тяжелее всех приходится пожилым и больным пенсионерам, которым некуда деваться Дачный домик – их единственное жилище Да вообще без света ни скорую не вызвать-то, никого поблизости нету-то Телефон сел, аккумулятор подзарядки нету Все, надо в город ехать У нас есть люди, которые даже имеют и прописку на дачных участках Соответственно, которых нету даже жилье, допустим, чтобы вот на время ЧП, да, вот этого нынешнего Куда-то переехать Пока не найдут свет Но свет у нас отключили 20 октября в 9 утра 21 числа мы написали заявление на имя нашего Екименко, председателя Чтобы он дал нам ответ, на каком основании он отключил свет На что мы, так сказать, никакого ответа не получили, соответственно И тут же 21 числа мы написали заявление в эту полицию Чтобы, так сказать, провели проверку, да, о незаконном отключении света В настоящее время по факту отключения электроэнергии проводится проверка Устилимской полиции и межрайонной прокуратурой В ближайших выпусках нашей программы мы обязательно расскажем о жизни в темном царстве комментариями правоохранителей В этом году очисткой большинства придомовых территорий Устилимска будет заниматься та же организация подрядчик, что и в прошлом Самая крупная управляющая компания города УИЖКХ-2008 сообщила, что заключила в прошлом году договор с фирмой УИАвтодор сроком на два года Организация по графику выполняет работы по очистке и подсыпке При этом УИАвтодор занимается еще и содержанием уборкой городских дорог и проездов общего пользования в правобережье На старом городе конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью за вот струематериалов Уточнить график уборки придомовых территорий, который обслуживает УИЖКХ-2008, собственники могут по телефону 5-87-10 Праздник День Матери за годи отметили учителя, ученики и их родители в Устилимской средней школе номер 7 Напомним, сам праздник прошел накануне, последнее воскресенье ноября А его история уходит корнями в Древнюю Грецию В нашей стране он был официально утвержден в конце 90-х годов В отличие от 8 марта, в этот день принято поздравлять не всех женщин, а лишь тех, кто уже выполнил самую главную женскую миссию Стал мамой От чистого сердца простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща За то, что, когда нам приходится туго, мы можем сплакнуть у родного плеча В средней школе номер 7 собралось больше 10 команд Главным человеком в каждой, понятно, являлась мама По своему усмотрению или возможности ее сопровождал один или несколько детей, их папа или другой родственник В общей сложности не больше пяти и не меньше трех человек Одним из заданий было представить свою команду и придумать девиз Наша семья – заряд позитива Порция дружбы и порция мира Мы ждем огромных великих побед и защищаем друг друга от бег Молодцы! Каждая команда приготовила визитную карточку Домашнее задание, которое связано с заданием «Крылья ангела» Также мы придумали интеллектуальные мероприятия Для них два тура на вопросы, которые связаны с семьей, с семейным воспитанием, с законами об образовании, с юбилеем органов ЗАГС Во втором туре для наших родителей, для наших ребятишек будет предложено творческое задание, связанное с конкурсом «Крылья ангела» Победители сегодняшнего мероприятия смогут принять участие во втором этапе муниципального конкурса «Крылья ангела» В рамках конкурса «Крылья ангела» детям предстояло как можно более душевно нарисовать свою маму и написать о ней небольшой рассказ Кстати, в декабре это мероприятие пройдет уже на городском уровне Не обошлось без самодеятельности и небольшого концерта Если вы так курясь, выйдете из дома Если вам не сказать, что лишний день Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Пенсионный фонд Устилимска предупреждает горожан, появившихся в сети интернет мошеннических сайтах Говорится, что некий внебюджетный фонд развития на разных сайтах призывает граждан проверить так называемый СНИЛС на наличие выплат со стороны частных фондов В объявлениях сообщается, что от граждан якобы скрывают информацию о выплатах, которые положены всем россиянам И обещают крупные суммы до нескольких сотен тысяч рублей А для этого просят ввести номер СНИЛСа или паспортные данные После чего просят перечислить некоторую сумму по предложенным реквизитам Пенсионный фонд предупреждает, что таким ресурсам доверять не следует Узнать о средствах на лицевых счетах граждан можно только лично в клиентских службах Пенсионного фонда России При предъявлении паспорта либо через единый портал госуслуг Передвижная выставка фоторабот иркутского биолога-охотоведа Павла Жавтюка, посвященная дикой природе, при Байкале побывала уже во многих городах региона Теперь она добралась и до Устилимска Торжественное открытие прошло 23 ноября в картинной галерее Ее организатором выступила служба по охране и использованию животного мира Иркутской области На фотографиях представлены популярные объекты охоты, а также редкие виды зверей и птиц По выставочным залам прошлась Алена Феоксистова Безопасную охоту с фотоаппаратом вместо ружья ведет иркутский биолог-охотовед Павел Жавтюк Со своей выставкой «Другая охота» он колесит по областям, чтобы познакомить сибиряков с жизнью диких животных А раньше охота кормила его семью Сейчас же какой-то необходимости в добыче охотничьих животных у меня нет Но потребность общения с дикой природой она осталась И вот благодаря тем навыкам, опыту, знаниям, которые я получил как охотник У меня есть возможность, скажем так, довольно близко общаться и наблюдать за дикими животными И благодаря этому получаются порой интересные, на мой взгляд, снимки интересных моментов из жизни диких животных Которыми хочется поделиться с окружающими Есть настоящие любители диких животных, которые понимают значение и нужность зверей в природе Ни одно живое существо на нашей планете не случайно И ведь мы, люди, так и не знаем до конца об их жизни Благодаря научно-исследовательской работе, а также творчеству художников Нам удается познакомиться с диким миром поближе Увидеть поочию привычки и повадки зверей и птиц Фотограф поделился, что подобная съемка – это фантастический опыт Я не профессиональный фотограф, сразу скажу, да То есть я любитель, посвящаю этому достаточно много времени своего личного И работа моя связана с охраной природой Я бываю по Иркутской области и всегда со мной фотоаппарат Здесь есть, как охотники говорят, фарт, удача, везение Но это бывает редко В основном это, конечно, достаточно трудно Требует большего количества времени То есть подготовка, знать, где какого зверя или птицу можно увидеть Ну и постараться ее сфотографировать Трепетные отношения к природе и особое видение ее красоты Показаны в работах Павла Ивановича Он поделился с секретами удачных кадров, с пришедшими на открытие выставки устилимцами Гости, в свою очередь, отметили талант фотохудожника И поблагодарили за возможность окунуться в мир дикой природы Мы ведь с вами, когда живем в обычной жизни, мы не видим этих животных рядом с собой И всегда возникает вопрос Кто же тот человек, который эти животные смог сфотографировать И вызывает уважение, вот эта любовь к этому делу Профессионализм, терпение Вот это такой подход, который уже основан на биологических знаниях, на знаниях актаина Знаете еще, что классно? Под каждым снимком написано, кто на этом снимке И что он делает Я думаю, что вот особенно, не только для взрослых Я думаю, это очень будет полезно для наших детей Я думаю, школы сюда придут посмотреть на это все Потому что если спросить у наших школьников Что ты знаешь о природе Ильгутской области Ну, в общем, тяжело это все потом слушать А здесь они все увидят Не нарисованы, сфотографированы Часть того, что у нас на сегодняшнем бьет По лесу, плавает в реке Павел Ильич, вам огромное спасибо И за вашу работу, которую вы делаете по защите животного мира И особенно за ваши хвали, которые проносят людям И я думаю, особенно маленьким Нашему подрастающему поколению будет проносить пользу Спасибо, что вы приехали Пошли бы за вашу выставку Именно в окончании года экологии Спасибо вам Выставка продлится до 19 декабря Обязательно приходите посмотреть На удивительные моменты жизни Совсем обычных и достаточно редких животных при Ангаре Алена Феоктистова, Сергей Белкин Информационная программа «Северный город» В число победителей на предоставление грантов Президента Российской Федерации Вошли две некоммерческие организации Из Устилимска – это социально-культурный центр «Библиомир» И федерация единоборств «Норд» На конкурс было предоставлено без малого 10 тысяч проектов Из них удостоилось грантов чуть больше 2 тысяч организаций Между ними распределено более 4 миллиардов рублей Напомним, что социально-культурный центр «Библиомир» действует При централизованной библиотечной системе Устилимска Ее проект касается поддержки семьи, материнства, отцовства и детства Федерация «Норд» участвовала в конкурсе впервые И намерена развивать спортивное направление Уже третий год подряд Центральной городской библиотекой Калистово-Ангарского Проводится турнир по интеллектуальным играм Среди школьников, студентов и трудовых коллективов Умные игры полезны как детям, так и взрослым Именно поэтому приглашаются разновозрастные участники Это позволит не просто найти связи между учреждениями И интересно провести время Но и повысить интеллектуальный уровень нашего населения Соревнования пройдут с 6 по 10 декабря этого года Игорь Щепетов, заведующий отделом массовой работы ЦГБ Рассказал о новшествах игры И как подать заявку на участие К участию в турнире приглашаются сборные школ города Сборные студенческие нашего вуза, колледжа и техникумов А также сборные трудовых коллективов нашего города Турнир представляет из себя соревнования по таким интеллектуальным играм Как что, где, когда, брейн-ринг, интеллектуальное многоборие, своя игра Ну а помимо этого еще у нас в этом году добавляется еще одна игра В нашу схему турнира Это игра Хамса Командный вариант своей игры Так что заявки ждем от всех желающих До 1 декабря Подробная информация на нашем сайте В Иркутском питомнике К-9 находится более 700 животных Среди них собаки, кошки, сельскохозяйственные породы А также дикие, медведи, рыси, волки, косуля и львица На базе питомника действуют проекты Подготовка и передача собак Поводырей Поиск потерявшихся людей С применением поисково-спасательных и розыскных собак Просветительские мероприятия для подрастающего поколения Они помогли победить Где наглядно демонстрируется роль животных на войне Сейчас К-9 готовит собаку, которую отправят служить в Сирию Лабрадор по кличке Рассел готовится на службу в Сирию Собаке чуть больше года Он попал в приют не случайно Туда его отправили нерадивые хозяева Которым он надоел Пса откормили и заметили у него талант поисковика Как сообщает директор К-9 Вячеслав Славин Собака ведет себя гиперактивно В приюте ей скучно Тем более, что здешний климат ей не подходит А вот в Сирии тепло Инициативу подготовить Рассела на войну Поддержал ДСАФ России Во-первых, конечно Мы считаем, что сейчас более востребованные животные именно там То есть ранее Вообще, ну 20 лет назад Буквально прекратилась такая программа Которая ДСАФ Он подготовил собак Для разыслужб Именно погранные войска Другие вооруженные силы Сейчас пытаемся с ДСАФом это все возродить То есть делать подготовку собак По спецслужбам Ну и передавать вооруженные силы Эта собака, я думаю, что там намного больше пользы принесет И, ну, надеемся, спасет много жизней людей Его дрессировкой Вячеслав занимается лично Еще в армии он был инструктором По подготовке собак в минно-розыскную службу И его дочь Елизавета Чемпион России по спортивно-прикладной дрессуре С помощью обученной в Иркутске собаки Планируется вести разведку минных полей Дорог и путей Искать мины и разряды взрывчатых веществ В различных оболочках На различной глубине установки Вести разминирование населенных пунктов И отдельных объектов Сплошное разминирование местности Он именно характер для поиска Это самая идеальная собака Единственное, что он сильно холерик То есть чересчур активный Но это с возрастом и с дрессировками Конечно, она побавится Самый главный признак, по которому выбираем животных Для такой службы Это очень хорошая заинтересованность Именно в поиске В поиске Вот в данный момент это игрушка То есть сейчас вот неделю-две Собака будет только игрушку искать А потом будем в игрушку закладывать Уже заменитель запаха взрывчатки То есть собака будет уже искать Именно запах взрывчатки И это более да и усложняется Раздражители различные То есть там транспорт, собаки, кошки Она не должна отвлекаться Четко выполнять свою именно поставленную задачу Рассела обучают с помощью кинологического реквизита Заменители запаха взрывчатых веществ Например, тротила Подготовка продолжится еще 2-3 месяца После чего животное пройдет аттестацию И будет передано вооруженной силы На протяжении многих столетий Даже тысячелетий Люди используют собак Как надежного помощника в бою Собаки всегда шли с человеком бок о бок А в трудные времена выходили вперед В современной армии Четвероногие не прорывают стан врага И не кидаются под танки Но и сейчас во многих воинских подразделениях Нельзя обойтись без острого глаза и нюха собаки Алена Феоксистова По информации коллег из Иркутска Соревнования с НИПа погоди Теплым названием «Осенний дебют» Завершились на днях в Устилимском доме спорта «Юность» Турнир проходит третий год подряд И собирает юных любителей шахмат Со всего города Интересной находкой мероприятия Стало то, что в одном зале Встречаются совсем еще маленькие игроки Которые учатся играть в шахматы Только первый год И их уже более опытные ровесники Осенний дебют продолжался два дня В первый за шахматными досками Сошлись ребятишки в возрасте 7 лет Самые сильные из них будут представлять наш город На выездных дружеских турнирах И областных соревнованиях Несколько месяцев назад Юные любители самого интеллигентного вида спорта Выезжали в Вихоревку Им удалось взять две серебряных медали В разных возрастных группах И одну бронзу Отмечается, что детям в шахматах Практически нет подслаблений Абсолютно такие же правила Единственное, что мы детям поблажку даем Потому что они играют пока у нас без часов А со взрослыми там надо играть Классические шахматы И, кстати, наши дети тоже участвуют В полуфинале города со взрослыми И выполнили нормативы Мотивы второго разряда Один третьего и двое второго разряда И сейчас у нас Юдаков Андрей Участвует в финале со взрослыми Ну и, в общем-то, я считаю Хоть и результаты не очень Там три кандидата-мастера И первозрядники Но он успешно играет Достойно По результатам этих соревнований Первые места среди самых юных Заняли Мелада Гадирова Из команды девочек И Ивана Ефремов От мальчиков У игроков же от 11 лет Это Анастасия Шмыкова И восходящая звезда Андрей Юдаков Тот самый, которому уже доводило Садиться за одну шахматную доску Со взрослыми коллегами Максим Сизых, Александр Килин Информационная программа Северный город Как будут развиваться события Мы расскажем в среду А я желаю вам всего доброго И до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин